День защиты детей отмечается сегодня в России о современных детях и их безопасности. Поговорим сегодня с Ириной Ромашовой. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Ирина, и какие вот они сегодня, современные дети? Знаете, наверное, сразу хотелось бы сказать, мы не можем говорить, что современный ребенок хороший, ребенок прошлого десятилетия он плохой, все дети уникальны, все люди интересны по-своему. Но современные дети, конечно, имеют определенные отличия. Даже если мы возьмем, допустим, 10 лет назад, ребенок, он приходил из школы, он был одним. Он садился, кушал, он играл, он бросал рюкзак, он шел гулять на улицу, предположим, 10-15 лет назад. Ребенок, который приходит со школы сейчас, настолько целеустремлен, настолько понимает, что он хочет от жизни, при этом он очень закрыт, что он избирает для себя другие способы получения информации, нежели дети 15, 10, 20 лет назад. Он по-другому подходит к выбору той информации, которая нужна. Он более экологичен. В определенных моментах он не считает нужным загружать свой головной мозг, свое сознание, не нужная для него информация, поскольку для этого есть определенные электронные носители. Ребенок более закрыт, поскольку он очень избирателен в своих контактах. Если я захотел, я ответил своему другу в социальной сети. Если я не захотел, я проигнорировал это сообщение. Дети, предположим, поколения, вообще поколения это 7 лет. То есть, вот говоря о детках, которые были 15 лет назад, мы говорим уже о детях двух поколений ранее. Они были более активны, более открыты. Где-то было больше жизнерадостности у деток. Современные дети, они же становятся взрослыми гораздо раньше. Но хочется еще сказать, что с 9 лет это уже не дети, это уже подростки. Ну и тогда, если меняются дети, если меняется их, так скажем, жизненная позиция и раннее взросление, то, что мы сейчас говорим, наверное, и меняются подходы к воспитанию? Да, безусловно. В свою очередь, это очень, скажем так, большая заслуга и родителей в том числе. Родители сейчас ориентированы с самого раннего детства на воспитание, личностно такого ориентированного подхода с точки зрения родительства. Они пытаются вырастить лучших детей. Современные родители, они очень много читают, они очень грамотные. Они активно поглощают информацию, которую пытаются прям целиком и полностью передать своим детям. То есть, где-то мы видим прям огромное-огромное количество этой избыточной информации, а дети, в свою очередь, ее поглощают. Ребенок в центре мира. При этом, еще одной такой вот особенностью современного родительства, ну и, соответственно, отсюда процесс воспитания детей является то, что современный родитель очень занят. В силу урбанизации нашего общества, да, мы можем сказать, что находясь на работе огромное количество времени, родитель пытается организовать ребенка по кружкам, по секциям, чтобы организовать его досуг. Это очень великолепно, но зачастую родители забывают о главном. У ребенка нет свободного времени на отдых. Это одно из важных моментов, которые должно быть в воспитании родителей, которые в силу вот этого личностно-ориентированного подхода родителями очень часто забываются. Какую цель поставить тогда родителям при воспитании, чтобы потом не пришлось вот в прямом смысле отмечать сегодняшний праздник, защищать ребенка от чего-то? Ну, все-таки мы говорим здесь о предупредительном родительском контроле. Мы всегда понимаем, что любое несчастье, любую трагедию, любой какой-то страшный момент в жизни можно предупредить. И это будет сделать легче, нежели потом исправлять его последствия. Опасностей, с которыми сталкиваются современные дети, огромное количество. Как мы говорили, да, Евгений, чуть ранее, это в первую очередь то, что современные дети, они более закрыты, они меньше говорят. А родители в силу своей занятости, в силу того, что они нацелены на заработок денег, чтобы... Поэтому я призываю всех родителей не бояться разговаривать с детьми. Каждый вечер, приходя с работы, узнайте, что произошло в жизни ребенка, поговорите с ним. Если чувствуете, что возникают какие-то проблемы, разговаривайте больше, дольше, объясняйте ребенку. Конечно же, мы не можем не сказать о контроле. Контроль должен быть. Но контроль должен иметь все-таки предупредительный характер. Чтобы не исправлять последствия, посмотрите, узнайте, чем интересуются ваши дети. Все-таки век информационных технологий, в которой мы живем, он помогает ребенку развиваться, но также он таит за собой огромное количество и опасностей. Интернет, школьный буллинг – это темы, которые сейчас слышны из многих, из многих, ну, скажем, из каждого магнитофона. Мы об этом говорим, тем не менее, до конца мы не можем искоренить это явление. И опять-таки, без малого это связано с тем, что родители у нас очень заняты. Они очень любят своих детей, они очень много читают, делают, но тем не менее, они упускают вот этот важный момент, момент диалога с собственным ребенком. Упуская диалог, в то же время идет вечный спор, кто должен отвечать за детей в первую очередь, школа или родители. То есть я в школу ребенка привел, и вот давайте, почему вы, почему он это, почему то, уже претензии. То есть от кого же все-таки в первую очередь зависит безопасность детей? Мне очень нравится здесь фраза, ребенка надо воспитывать, когда он поперек лавки лежит, когда он вдоль ложится, уже, наверное, поздно. Все-таки, и вообще, что есть такое воспитание? Да, воспитание, давайте сам посмотрим корень этого слова – воспитывать. То есть впитывать в себя. Так вот, наши дети, они подобно губке. Мы знаем, что человек существует биосоциально, и ребенок рождается, неся с собой определенные генетические материалы родителей, и, естественно, то, что он приобретает в процессе жизни, смотря на своих в первую очередь родителей. Ирина Ромашова, психолог, был у нас сегодня в гостях. Спасибо вам большое. Спасибо. Ну и вас с праздником. И вас тоже. Благодарю. Про День защиты детей мы говорили с психологом. Мы продолжаем наш выпуск. Спасибо.